добрый день дорогие друзья приветствую за экономики здравого смысла с вами Ярослав Романчук будьте с нами подписывайтесь пожалуйста на наш канал и мы начинаем сегодня тема крепостное право для врачей Беларуси дефицит врачей и медработников понятное дело что когда разница в зарплате и доходах между Беларусью странами восточной центральной Европы тем более там Америки Канады Швеции там в два-три а то и больше разов когда карьеру врача лучше начинать именно там потому что там больше платят там больше возможности карьерного профессионального роста то каждый белорусский медицинский студент вуза да он же первый второй курс учит то немецкий обязательно английский язык понимая что лучше продолжить образование там и вот из-за этого там тысячи тысячи людей не хватает белорусских поликлиниках маломальские специалисты уезжают туда потому что там действительно есть чему поучиться и врачи очень уважаемые высокооплачиваемые специалисты которые всегда на хорошем счету я знаю вот специально людей которые закончили белорусские вузы в 90-е годы которые закончили польские вузы те которые закончили белорусские вузы переехали в польшу и их однокурсники которые остались в беларуси и вот по истечении там 20-30 лет мы видим разительную просто отличие в уровне жизни в профессиональной компетенции в подготовке в качестве жизни между этими специалистами и конечно же студенты аспиранты преподаватели медицинские вузы все это видят все это понимают отсюда не делать все для того чтобы как можно быстрее можно было релокацию туда вот где ценят специалистов произойти но белорусские власти решили по пути пойти не выравнивание условий не создать раскрепощение медицинской деятельности а собственно наоборот нужно бы но они думают на тем как еще больше привязать выпускников медицинских вузов к рабочим местам привязать и к поликлиникам больницам где мало платят где нет нечем практически лечить или где там генерики и прочие решения значит фармацевтические ресурсы которыми-то современными не назовешь даже там и 20 лет назад они были уже юзаны и вот друзья придумали как это сделать как закрепить это вот ввести по сути дела элементы крепостного права через ординатуру ординатура на такой способ повышения квалификации и например можно сделать так вот готовится изменение в закон согласно которому выпускники ординатуры и заочные и очные нужно будет отрабатывать там где они работают или там куда их пошлет родина и выпаслю пошлет она их на немного не мало не на два года как сегодня а минимум на пять лет пять-семь лет друзья это уже очень серьезно представляете вы закончили вулсом 22 23 потом еще вы пошли поучиться в антинатуру потому что это способ это та необходимая модель ступенька для карьерного профессионального роста и вот вам еще говорят а сейчас 7 лет поработайте вот на этих условиях потому что вас учили а если вы решили уехать то вам включат ценник который в два с половиной три раза превышает то что вы на вас было затрачено и это та сумма которая мы по сути дела вы не в состоянии будете отдать значит если вы решите уехать уехать вы станете собственно за вами будет должок этот должок надо будет исполнять его против вас могут даже открыть уголовное дело за уголь выполнения обязательств по договору что к чему это может привести друзья как вы думаете будет ли много желающих вот надеть на себя ярмо крепостного права среди медработников я не думаю что это как-то повлияет на количество желающих работать в медицинской профессии в беларуси да потому что так или иначе нагрузка там бешеная условия работы далеко не самое благополучное и поэтому первую очередь медицинская медицина беларуси потеряет самые высококвалифицированные профессиональные кадры тех людей которые понятное дело в такого рода условиях работать не захотят я имею ввиду чтобы молодежь те ребята которые реально хотят преуспевать им говорят ну давайте идите вас ординатуру бесплатную или этом очную заочную и когда вот такой ярмо будет одета все значит какой-то профессионального роста не будет чиновники то есть чиновичий дух он не четко залез на поле профессиональной компетенции врачей что можно будет в этой ситуации предсказать что будет происходить с теми людьми которые учатся ну во первых количество людей которые будут заканчивать ординатуру будет меньше потому что ну например либо ведут еще обязательный элемент прохождения ординатуры для того чтобы иметь право работать или подтверждать свой диплом такое тоже может быть потому что голь голь чиновича на выдумке хитра для того чтобы сделать полноценные заборы шлагбаумы на выезд медицинских работников они могут вести и не будем забывать чтобы если будет работать индекс социальной ценности то в там будет безусловно особо категория врачи медработники и там у них четко будет ты прошел не прошел заплатил не заплатил рассчитался не рассчитался отработал или не отработал все это будет именно в этом индексе и соответствующие списки будут на границе так что с выездом бы я думал будут очень даже серьезная проблема если вот этот механизм заработает и вот студенты которые все это дело понимают знают они конечно же будут изучать они думают блин а зачем мне вообще доучиваться вот в такой режиме где я вынужден буду ехать и работать там где нету никаких условий для жизни нормальной и плата такая что там если там 300 400 долларов то я могу получить там в 10 раз больше в соседних странах даже есть есть переход такой промежуточный период поэтому количество студентов которые захотят учить медицину фармацевтику в европейском союзе из беларуси радикально увеличится даже за деньги будут искать возможности получения кредитов грантов каких-то но мы получим совершенно очевидный предсказуемый отток студентов медицинские вузы это великолепная белорусская медицинская школа которая была сформирована и в гродно и в минске и витебске она просто будет хереть исчезать и опять таки мы возвращаемся к теме человеческого капитала тех компетенций которые мы могли бы не только вот так раз бездарно распоряжаться а на которых могли бы зарабатывать потому что если бы например те же профессора те же доктора медицинских наук специалисты ученые могли бы работать зарабатывать в беларуси работая в режиме там обучения тут тогда бы беларусь ездили учились бы специалисты разные студенты из разных стран вальде это было бы нормальное там рыночные отношения открытая экономика но когда белорусский шерфуцкий лес хочет зациклиться только на себе когда чиновники через запрещай через принуждай формируют рынок труда медицинских работников но понятное дело что реакция будет адекватной без свободы нету ни науки ни творчества ни совершенствования поэтому друзья в погоне за ординат медицинской ординатурой и через медицинскую ординатуру чиновники ставят простую задачу закрыть брешен на рынке труда медицинских работников в результате мы получим еще больше декоративного сектора еще больше отток талантов и капитала и под угрозой стоит существование славной профессиональной медицинской школы беларуси игра стоит свеч и вы опять будете доверять губопикам мвд кгб для того чтобы они именно определяли профессиональное будущее врачей задумайтесь друзья спасибо большое за ваше внимание экономики здравосмысла будьте с нами подпишись наш канал живи беларусь слава украине всегда ждет Продолжение следует...